Друзья, всем привет! Меня зовут Миша Ряженко, компания Lead Startup. Разбираемся сегодня в термине Management 3.0, что это такое и как это применять. Если хотите подробнее почитать, статья у нас есть специальная на сайте, также есть куча разных интересных видео у нас на канале. Обязательно поставьте колокольчик и подписывайтесь, вы будете в курсе всех обновлений на канале, а обновлений происходит каждую неделю очень много. Также на сайте есть классные интенсивные приложения, если хотите прокачиваться самостоятельно, либо корпоративное обучение, если вы хотите нас увидеть в своей компании, прокачать сотрудников с нашей помощью, а также можем проконсультировать вашу компанию по росту любых экономических, продуктовых метрик или маркетинговых, ну а также покопаться в вашем менеджменте ваших команд и привести их к успеху быстрее, чем они даже этого ожидают. У нас Юрген Апелла написал книжечку, в которой рассказал, как применять системное мышление в менеджменте. Менеджмент 3.0, по сути, это стиль управления, в котором проект принимается как ответственность целой группы людей. То есть он позволяет определенному количеству людей эффективно работать как единому организму. Что сейчас, в 2020 году, когда я записываю это видео, во многих компаниях отсутствует, у нас есть иерархичная структура, она довольно приземленная, и есть шеф, который всем раздает, и, в общем-то, все нормально. Никто не несет коллективной ответственности. Концепция системного мышления говорит о том, что у нас 95% результатов деятельности компании является результатом всей системы, а не одного конкретного человека. И это действительно так. Вы про многие системы и дисфункции и так в бытовой жизни знаете. Ну и, соответственно, основа менеджмента 3.0 – это самоорганизация, самоорганизованные команды. Почему это так важно? Потому что есть классная визуализация в виде дерева, менеджмент 3.0. Апелла иллюстрирует путь к менеджменту 3.0 при помощи дерева по имени Марти. Там есть куча ответвлений и куча веток. Соответственно, как заряжать людей, как давать людям, командам власть, как устанавливать ограничения, как развивать компетенции, как расти структуру в организации, как постоянно улучшать процессы и продукты. По сути, по сути, нам нужен менеджмент 3.0, чтобы повысить производительность, мотивировать любую команду, изменить культуру, воспитывать инновации. Но это в идеале, как он описал это. Но есть нюанс, что все это должно вести к деньгам. Если к деньгам это не ведется, то всем просто станет приятно работать, а денег никто не получит. И небольшой спойлер, наверное, который немножко противоречит общей концепции. Классно, что он все это сделал. Конечно, мы ему благодарны. Это здорово. Но есть нюанс, что есть компании, которые зарабатывают с менеджментом 1.0, а есть компании, которые не зарабатывают с менеджментом 3.0. Так вот, наша задача, если мы зарабатываем в 1.0, зарабатывать и в 3.0, а если мы не зарабатываем в 1.0, зарабатывать с 3.0. А если мы не зарабатываем и там, и там, то смысла в трансформации особого никакого нет. Поэтому мы за то, чтобы везде здравый смысл с точки зрения бизнес-целей присутствовал. Но, по сути, менеджмент 3.0 – это просто набор практик. То есть, есть определенные практики, которые надо соблюдать для того, чтобы трансформировать компанию к менеджменту 3.0, к непосредственно такому майнсету. Мы расскажем о них подробнее в следующих видео у нас на канале и пару слов про менеджмент 1, 2 и 3. Собственно, менеджмент 1.0 – мы просто все спускаем топ-даун вниз, происходит везде-везде-везде на каждом этапе дисфункции, и в итоге мы недовольны результатом. Менеджмент 2.0 – мы делаем правильные вещи неправильно. То есть, на этом этапе, когда была эволюция, происходило менеджмент, люди осознали, что с людьми работать труднее, чем с машинами. В организации каждый признает, что люди являются бесценным активом, и каждый менеджер должен стать слугой. Но в то же время менеджеры все-таки придерживаются иерархии. Вот это, наверное, про тот agile, который во многих энтерпрайзах распространен. Ну и, в общем-то, менеджмент 3.0 – это про то, чтобы делать правильные вещи правильно. Меня зовут Миша Ряженко. Подписывайтесь на наш канал, компания Lead Startup. Приглашайте, пообщаемся про менеджмент 3.0 или прокачивайтесь у нас на сайте, на интенсивах или в приложении. И agile mindset, всем agile mindset. Мы про это самый крутой agile канал на русскоязычном YouTube. Спасибо.